Приветствую вас, значит, смотрите, в вашей ситуации есть два, именно два основных аспекта. Первый аспект, это, собственно, парень, да, мужчина, вот, со своим поведением. А второй аспект, это вы со своим поведением тоже. И я думаю, что, поскольку спрашиваете вы изначально про своего мужчину, да, бывшего уже теперь, то я отвечу сперва вам про него. Потом, после того, как я отвечу вам про него, я уже немножечко скажу про вас. Итак, значит, у молодого человека, судя по тому, что вы написали, да, возникла фрустрация. То есть, он не смог пережить отношения, разрыв отношений со своей девушкой, да, вот, не смог пережить. Значит, почему не смог пережить, потому что она ему была нужна для своих личных целей. То есть, он, ну, с её помощью удовлетворял свои какие-то желания, свои какие-то потребности, да, то есть, тут, ну, может быть, всё что угодно абсолютно. Вот, мы в это вдаваться мы сейчас не будем, наверное. Вот. Но, так или иначе, человеку она была нужна. То есть, вот, именно, мужчине, да, она была нужна. А, очень сильно она была нужна. А, значит, и именно поэтому он, а, так и отреагировал на то, что она его бросила. То есть, как бы, он отреагировал на это тем, что он пил, там, буянил, вот, в общем, переживал очень-очень сильно. Ну, вот, у этого, в принципе, всегда есть причины, да. Да, у этого, в принципе, всегда, всегда, у этого есть одна разница. Вот, то есть, когда человек в отношениях находится, ну, как бы, недостаточно свободно, да. Когда человеку именно нужно, а, нужен человек, вот. Когда, а, именно, вот, в данном случае мужчина нуждается в девушке, да. То есть, она ему нужна для чего-то своего, вот. И потом она, соответственно, его бросает. Вот. Ну, возникают, естественно, такие вот трудности в виде фрустрации. В виде, может, сразу такого состояния, в котором человек испытывает очень сильные эмоции от того, что он не может добиться достичь того, чего он хочет. Вот, именно этим объясняется тот факт, что он так быстро начал взаимодействовать с вами. Именно этим объясняется тот факт, что он, значит, впишил в отношения уже к вам, да. То есть, вот, буквально через месяц это произошло. Вот. Тут вы пишите, что он, а, признался мне в любви. Вот. Это произошло буквально через месяц встречи, да, так. То есть, как бы, человеку отчаяния нужна была, ну, другая девочка, да, другой человек, с которым он мог бы реализовывать свои потребности. Вот. Вот. Вы пишите, когда ссорились, он утверждал, что он однолюб, и совместно вспоминал бывшего, говорил, что больше не полюбит. Ну, то есть, имеется в виду, да, что сразу, как бы, всплывали его проблемы. Вот. Значит, соответственно, он утверждал вам тут, что опять все хорошо, что вы ему нужны. Вот. И так далее. Вот. И, соответственно, когда вы расстались, опять происходит такая же история. Да. То есть, человек опять сменяет бывшего. Тут у него незавершенное отношение с бывшей, он, как бы, застрял. Этот процесс называется застревание. Вот. Потому что человек свои эмоции должен правильным образом не завершил. Ну, а вы, соответственно, распознав, увидев в нем человека, как минимум, не свободного, да, вы ничего не сделали. То есть, вы не расстались с ним, а поверили ему в тот, что он вас любит. Вот. Вот. Ну, у вас свои причины на это были, я полагаю. Вот. Но на эту тему я выскажусь чуть позже. Вот. Значит, теперь вопрос. Действительно ли этот человек может любить до смерти в первую очередь? Нет. Ну, до смерти, конечно, нет. Безусловно, нет. А может он любить ее? Да тоже нет, скорее всего. Потому что, вот видите, потому что вы написали, да? Нет. Именно ее он не любит. Она ему нужна. Она для него важна. Понимаете? То есть, если бы вот сейчас они вместе стали, ну, стали быть вместе, да, если бы сейчас они начали отношения, вот, то, скорее всего, в отношениях бы этих ничего бы не было. То есть, они бы не смогли никак взаимодействовать друг с другом. Вот. Ну, потому что, мужчина просто реализовался быстро, то есть, что-то себе доказал и все. Из-за того, что у него, как бы, ну, искаженные представления о себе сейчас. Вот. Ну, опять же, это все было бы временно, да, до следующей проблемы. Поэтому нет. Нет. А, значит, он ее не любит, а тем более не доскнулся. А, вот. А, дальше. Значит, просто я слышал такое мнение, что человек любит не объект первой любви, а самого себя в этой любви и свои эмоции. Нет. 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 Это мнение, не знаю, у кого, но это мнение не совсем верно. А, человек идеализирует другого другого человека. И первая любовь не всегда может быть идеализацией. Первая любовь бывает и здоровой, но, как правило, как правило, все свои желания, все свои желания, то, что человек хочет, он направляет на другого, да, и думает, что это он любит. То есть это вот и есть влюбленность, идеализация, по сути. Если влюбленность в него не проходит, то она превращается в зависимость, если процесс не проходит. Вот. А, что касается любить самого себя, это, возможно, больше для людей нарциссических типов, для людей эгоистичных, для людей, которым нравится, когда в них растворяются, то есть завышенные самооценкой болезненным. Болезненным. Вот. Это вот такая история, то есть здесь, как бы, немножко разные вещи. Вот. И что касается вас, теперь, насчет, смотрите, ну, во-первых, про себя вы, кстати, написали довольно мало, поэтому информации о вас тоже немного. И сказать, соответственно, можно тоже немного, хотя именно про вас и нужно говорить, а не про него. Ну, например, вопрос такой, почему вас волнует, да, то есть зачем? Вы говорите, что таких историй много, поэтому хотел бы знать подобный тип людей. Никакого подобного типа людей нет. Если вы видите, что человек всё равно вспоминает кого-то из бывших, да, свои, значит, он ещё отношения не завершил. И всё. То есть вы так никогда не узнаете. То есть, ну, кто-то рассказывает, да, про свою, там, прошлую жизнь, про свои, там, прошлые отношения. И это нормально. Да, то есть кому-то реально становится грустно от этого. И это тоже нормально. То есть кто-то может испытывать злость, там, от чего-то, это тоже нормально. То есть это не означает, что человек, как вот подобно вашему бывшему мужчине, ну, как бы, находится в отношениях с той, с тем партнёром, да. Вот, это именно в ссорах, вот именно в ссорах, если, или в любых конфликтных, конфликтных, напряженных, непростых ситуациях, если человек вспоминает своего партнёра, да, там, вот, то, да, это независимо отлично. А так, очень много людей вспоминают свои прошлые отношения, особенно первые отношения. И, действительно, испытывают какие-то чувства, но это чувства, знаете, это чувства, они, скорее, ностальгии. Это чувства, скорее, ностальгическое. Понимаете? Вот. Дальше идём, дальше. Значит, вы пишете о ситуации, как их много, но возник вопрос с точки зрения психологии. Ситуация, как их много, это обесценивание. То есть вы обесцениваете себя. Сейчас. Говоря о этой ситуации. Конкретно. Вот, обесценивать себя, вот, не нужно. А, то есть, если вы себя обесцениваете, ну, это тревожный, как бы, сигнал. Тут, знаете, ситуаций много. Много ситуаций. Может быть, ваша ситуация одна, она уникальна, потому что все люди у них уникальны. Вот. Зачем вы говорите, что ситуаций много? Дальше. Так. Вот вы пишете, да? Он, встречаясь со мной, признавался мне в любви. То есть, как бы, он, встречаясь со мной. Вы не пишете, что мы встречались. Или, когда мы встречались, он там, и так далее. Вы пишете, встречаясь со мной. Вот это некая такая, знаете, пассивная жертвенная позиция. Вот. Дальше. Я говорил, чтобы оставил меня в прогой, раз любит другую, чтобы разобраться в себе. Опять же. Здесь идет перекладывание ответственности на человека. Почему? Так. Поясняю. Дело в том, что, если, если, вы видите, что, ну, какие-то, ну, какие-то действия человека, да, неприемлемые для вас. То вам нужно из отношений выходить. Не ему. Это ответственность не его. О. А ваше. И то, что вы делаете, когда говорите ему, ну, что-то типа, что-то типа, да. там, уходи, там, значит, разберись в себе, вот это все. Это по сути. А. Перекладывание ответственности на, значит, ну, на человека. Что-то, что-то вы перекладываете ответственность на него за себя, да. То есть, эмоции ваши, именно эмоции, эмоции, эмоции ваши, а ответственность за них как бы не совсем, ну, не совсем, не совсем вы. Понимаете? Поэтому здесь, здесь, в контексте перекладывания ответственности, мне кажется, эээ, нужно совершенно точно, эээ, вам свою позицию менять. Ну, потому что, значит, всегда так будет, что, эээ, кто-то будет, эээ, нести ответственность за то, что происходит, ну, именно с вами. А, дальше, когда мы расстались, эээ, поругались из-за совместного жилья, съема квартиры. Вы понимаете, здесь тоже ответственность ваша. То есть, как бы, эээ, если вы поругались из-за совместного съема жилья, квартиры, то это сделали вы. И, то есть, вы поругались, вы поссорились, эээ, ну, ну, из-за чего? Если вы поссорились, то из-за чего? Что конкретно вас не устроило? Понимаете? То есть, когда вы говорите, что мы позорились, да, когда вы говорите, что мы позорились, вы опять же снимаете в себя ответственность за то, что произошло. Так, значит, вы пишите, меня это сильно опечалило, так как я много раз говорил, оставить ему раз так, на сторону государства. Сами при этом ничего не делали. Я хотел создать семью с ним. Для чего? Зачем вам семья? А, при этом он так убедил меня, что я отказал в предложении и занудеств вырвался до одного человека. Вот знаете, такое ощущение у меня складывается, что вы жалеете о том, что отказали замужество. Вот такое у меня, значит, впечатление возникло. То есть, вы любите, да, вообще, кого? Ну, именно, именно любите, что жалеете о том, что отказали ему предложение. Вы именно любите, любите кого? Любили кого-то из мужчин-то? То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ если вы любите кого-то, то вы не стали бы жалеть о том, да, что вот собственно там с кем-то что-то у вас не получилось, кому-то вы отказали. А так получается, что вы какие-то свои цели пытаетесь реализовать, то вам обидно, что вы не вышли замуж. Знаете, история какая-какая? Вот. Мне кажется, что это несвободные отношения. Уже у вас теперь несвободные отношения получаются. То есть и у него, и у вас отношения несвободные. И он несвободный, и вы. Он чего-то хотел от вас. А, ну, что-то ему было нужно. И вы тоже от него чего-то хотели. Понимаете? А в отношениях так нельзя. В отношениях либо вы просто отдаете человеку то, что у вас есть, да, либо вы от него зависимы. Зависимы. И хорошо, если человеку устраивают, чтобы вы от него зависимы. Но, как правило, к сожалению, нет. Вот. То есть, как правило, людям не нравится, как бы, когда, ну, они уступают не совсем здоровые отношения. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Значит, так. Зачем мне тогда я была нужна? Была сложное ощущение своей покинутости. Понимаете? Какая история. Сложное ощущение своей покинутости у вас здесь имеет место быть. Зачем я тебе нашел? То есть, сомнения в собственной ценности. Вот. Ну и опять со мной был готов создать семью, да. То есть, а вы выступаете в неком таком пассивном аспекте. Вот. Вот примерно так. Если вы хотите, чтобы ситуация не повторялась, я рекомендую вам поработать над этими моментами. Возможно, с психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...